Вы рассказывали уже о некоторых персонажах русских сказок. Например, я знаю, кто такая Баба-Яга. Это в принципе персонаж отрицательный, плохой, но она иногда делает и хорошие вещи, хотя и редко. А есть в русских сказках кто-нибудь совсем отрицательный, на 100% плохой? Есть, конечно, такой 100% злодей. Как же зовут этого злодея? Зовут его Кощей Бессмертный. Бессмертный, значит он не может умереть. Его невозможно убить? Кажется, сам он считает, что невозможно. На самом деле все дело в том, что его смерть очень хорошо спрятана. Что значит спрятана? Спрятать что-то, значит положить это в какое-то секретное место, чтобы было очень трудно это найти. Так вот, смерть Кащея спрятана даже не в одном месте и не в одном предмете, а в целой цепи, цепочке разных существ и вещей. Ой, как интересно! Расскажите! Конечно, расскажу! Сегодня я начну рассказывать сказку о Кащея Бессмертном, а в следующий раз продолжу. Итак, начинаю. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И у этого царя было три сына. Все уже взрослые. И вот, однажды случилась у них неприятность. Их мать унес Кащей Бессмертный. Зачем он ее унес? А никто не знает. Иногда злодеи делают что-то такое, что кажется абсолютно нелогичным с точки зрения нормального человека. У Кащея Бессмертного мания кого-то похищать. Обычно женщин. Может быть, потому что для Кащея главное доминировать над другими. И вот старший сын попросил у отца разрешения пойти искать мать. Отец разрешил. Старший сын уехал и без вести пропал. А что это значит? А это значит, что никто не знает, где он и что с ним случилось. Нет его больше и все. Средний сын ждал, ждал, тоже попросил у отца разрешить ему пойти искать мать. Уехал и тоже без вести пропал. Младший сын, Иван Царевич, говорит отцу. Поеду искать матушку. Никуда ты не поедешь. В любом случае поеду, даже если не разрешишь. Отец и разрешил. Иван Царевич пошел выбирать себе коня. Пошел он выбирать себе коня, но никак не мог коня себе выбрать. И вот идет Иван грустный-грустный. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась старуха. А что такое, откуда ни возьмись? Откуда ни возьмись, значит, непонятно откуда. В сказках часто что-то появляется. Вдруг, откуда ни возьмись. Что ты повесил голову? Уйди, старуха. Грубиян. Идет дальше? Что бы вы думали? Та же старуха. Может, все же помочь? Вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня. Пойдем со мной. И привела она Ивана Царевича к горе. Сказала, что нужно копать там землю. Иван Царевич даже не спросил, зачем, начал копать. И видит доска на двенадцати замках. Замки он тотчас же, то есть сразу сорвал. Двери открыл. Вошел под землю. А там богатурский конь. Иван Царевич сел на коня. Дал старухе денег. Прощай, бабушка. Сел и поехал. Долго ездил. Наконец, доехал до горы. Прибольшущая гора. То есть очень большая, крутая. Въехать на нее никак нельзя. Невозможно. А тут, вы удивитесь, братья его ездят вокруг горы. Что они до этого там делали, не совсем понятно. Ну, да ладно. Поздоровались. Поздоровались, сказали друг другу. Добрый день, здравствуй, привет. Поздоровались и поехали вместе. Едут, едут, видят камень огромный. А на камне надпись. То есть написано на камне. Кто этот камень бросит на гору, тот сможет ехать дальше. Старшие братья не могли поднять камень. А Иван-царевич с одного маху забросил камень на гору. А что такое с одного маху? А это значит сразу, одним движением. Раз и сделал. С одного маху. Так вот, забросил Иван-царевич камень и, чтобы вы думали, появилась лестница. Иван-царевич оставил коня, а потом разрезал себе палец и накапал в стакан крови. Ой, зачем он это сделал? А он дал стакан со своей кровью братьям и говорит, если в стакане кровь почернеет, почернеет, станет черной, не ждите меня, значит, я умер. Простился и пошел. Простился, значит, сказал им до свидания. Видит всякие разные деревья, всякие ягоды, всякие птицы. Долго шел Иван-царевич. Шел, шел и видит огромный дом. А в этом доме жила, кто бы вы думали, царская дочь. Почему она там жила, вы спросите? А ее еще раньше утащил Кощей Бессмертный. Что такое утащил? Утащил, похитил, взял с собой без согласия, без разрешения. Так вот, Иван-царевич вокруг ограды ходит, а дверей нет. Как войти, непонятно. Царская дочь увидела человека, вышла и объяснила, как войти. Иван-царевич вошел в дом. Девица его встретила, напоила, накормила и спросила, что он тут делает. Он ей рассказал, что пошел забрать мать от Кощей Бессмертного. Трудно будет забрать мать. Кощей ведь Бессмертный убьет тебя. Вон у него какой меч. Видишь, ты его поднять можешь. Если можешь, тогда иди. Ну, тут Иван-царевич, конечно, не только поднял меч, он еще его бросил вверх. А сам пошел дальше. Шел-шел, видит еще один дом. Пошел в дом, а тут его мать. Обнялись, поплакали. Так вот, слышат они, Иван-царевич и его мать. Идет Кощей Бессмертный. Мать Ивана-царевича спрятала. Кощей Бессмертный входит в дом и говорит «Фу, фу, русским духом пахнет!» Кто у тебя был? Не сын ли? Что ты, что ты, бог с тобой? Это ты сам летал по Руси, нахватался русского духу. Тебе и мерещится. А что такое мерещится? Мерещится, значит, кажется. Когда у человека галлюцинации, ему что-то мерещится. Так вот, мать Ивана-царевича с ласковыми словами поближе садится к Кощей Бессмертному. Выспрашивает то, другое и говорит «Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?» На острове дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в заяце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть. Сказал это Кощей Бессмертный, побыл там немного с матерью Ивана-царевича и улетел. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ